Дорогие братья и сестры, хочу облить ваше внимание на некоторые детали из Святого Евангелия, которые очень важны для нас. Во-первых, Господь наш Иисус Христос был погребен в новом гробе, куда еще никого раньше не погребали. Во-вторых, Господь Иисус Христос воссел на молодого осла, когда лежал в Иерусалим, на такого осленка, на которого еще никто из людей не садился. Дальше, Господь Иисус Христос родился от причистой девы Марии, а не от какой-то обыкновенной женщины. Мы, братья и сестры, также знаем из предания, что Он был распят на кресте, на который еще никто не распинался из нового дерева. Итак, братья и сестры, интересные детали, которые нам говорят о многом, о том, что Господь требует от нас служения истинного, чистого, святого. Отдать Богу самое лучшее и самое дорогое, что есть в нашей жизни, самое непорочное. Мы знаем из заповедей Божьих, из Ветхого Завета, что Бог требовал жертвоприношения самого лучшего ягненка, а не какого-то больного, покалеченного. Это было мерзостью от человека Божьих, если ему принести жертву вот такую плохую, испорченную. Мы знаем, что по преданию Каин принес в жертву Бога самые худшие из того, что у него было, а Абель принес Богу в жертву самые лучшие. И поэтому Бог и принял жертву Абеля и отверг жертву Каина. Также, братья и сестры, знаем и то, что в Ветхом Завете и рассказывается история братца Авраама, которые не пожили для Бога своего собственного сына, и Бог внил это ему в праведность, в роды и родов. Этим своим поступком Авраам показал, что Бога любит больше всего на свете. Итак, братья и сестры, когда мы Богу отдаем самое лучшее и самое дорогое, что есть у нас, Бог принимает это как дар любви и радуется. Но что же от нас требует Бог? Материального или духовного? В Ветхом Завете говорится такие слова, что Богу не так угодны жертвы всесожжения, как угодно любовь к Богу и любовь к ближнему. И в Евангелии говорится, что любовь к Богу и ближнему есть выше всех всесожжений и жертв. И сам Бог говорит через пророка, «Сыне, дажми сердце Твое». И так Бог требует от нас сердцем, всем сердцем Его возлюбить и всею душою. Конечно же, и материальные подарки Бог принимал. Говорится о том Ветхом Завете, что Бог потребовал сделать скинию, и там все было самым дорогим золотом обитым, самым из дорогих материалов, самым лучшим. И семисвечник, и кадильница, и так дальше. Все эти материали были сделаны из чистого золота. Богу не нужно это золото. Но это показывало, что человек отдавал ему самое лучшее, что было у него. И так, братья и сестры, нужно ли теперь Богу отдавать золото, отдавать на храмы самое дорогое, что у нас есть материальные блага? Святой Василий Великий говорит такие слова, «Все, что не для молитвы, а для убранства, нужно почитать за суетным». Поэтому, братья и сестры, Богу не нужны такие жертвы. Конечно же, Он принимает и такое служение. Но самое главное, что от нас требует Бог, это наше сердце. Если мы будем принесить Богу подарки, будем делать жертвоприношения, расставить большие суммы в казну, церковную кружку, жертвовать другим, помогать, но наше сердце будет жестокосердным, эгоистичным, горделивым, тщеславным, пометозлобным, нам не помогут никакие ни жертвы, ни всесожжения, ничто нам не поможет, если наше сердце будет злым. Поэтому, братья и сестры, нужно в первую очередь сердце свое очистить, покаяние, молитвы. Бог от нас требует больше молитвы, чем жертв, больше доброты и смирения, кротости, любви, послушания, чем чего-либо другого. Итак, братья и сестры, отдадим Богу самое лучшее, что у нас есть, в наше сердце, в наше время. Становясь на молитву вечером, никогда уже глазки закрываются, и сил больше никаких нет. А когда еще есть силы в тебе и энергия, чтобы эту силу и энергию Богу посвятить. Братья и сестры, все нужно направлять на служение Богу. И даже в пище, и в сне, и во всем остальном, и в одежде, и во внешности. Не нужно думать, что это все маловажно. Это не нужно. Когда мы что-то уделяем для Бога, Богу жертву такую вот делаем. Например, не буду есть сладостей ради Господа, чтобы показать Ему, что Христос – главная для меня сладость. Не буду много спать и отдыхать на мягкой постели, чтобы показать, что Христос для меня главный отдых и упокоение. И в Нем упокаивается душа моя. Не буду искать много насыщения, помня слова Христа, что не хлебом единственный человек. Не буду искать дорогих заработков и так дальше, и тому подобное. Помню, что Христос был нищим. Итак, братья и сестры, во всем, хоть немного как-то уделяя себя Богу, мы показываем, что Он для нас главный, Он для нас центр. Мы Его любим больше всего на свете. Еще, братья и сестры, что я хотел бы сказать и о внешности. Своей внешностью, если мы стараемся Богу угодить, иметь сердце чистое, иметь кроткий, смиренный взгляд, походку, кроткий, смиренный взор, разговор, мы этим показываем, что мы и здесь служим Христу, а не страстям, тщеславия, гордыни, эгоизму и хвастовству. Итак, братья и сестры, покажем Богу нашу любовь, отдадим Ему самое дорогое, что есть у нас, Богу посвятим всего себя. Братья и сестры, вот может быть и поэтому Господь и любит так сильно девственников, те, которые Богу все свое тело посвятили, всю свою душу, все свое время отдали полностью всего себя Богу. Итак, дорогие братья и сестры, по возможности максимально будем стараться им подражать, святым монахам, отшельникам, девственникам, уклоняясь от всех мерзких страстей, похотей, удовольствий и даже ущемляя себя и в супружеской близости ради Господа. В чем-то, где-то, как-то, хоть немного показывать, что Бог нам важнее всего, Бог для нас дороже всего на свете. Итак, братья и сестры, отдадим Ему свое сердце, принесем Богу в жертву всего себя в свое время силы, здоровье и энергию, чтобы быть с Ним, чтобы покатить Ему нашу любовь, чтобы угодить Богу, потому что Бог для нас отдал самую великую жертву своего собственного Сына. Бог умер за нас на кресте, даровал нам жизнь вечную. Аминь. Аминь.